Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, я бы хотел еще раз поговорить о последствиях взрыва вчерашнего. А в чем его новизна? В том, что это после первого взрыва, который взорвался грузовик прямо на мосту, это уже удар дистанционный. Ну вот беспилотники, видимо, какие-то, водные, переделанные якобы средства, значит, определенные, начиненные взрывчатками, взрывчаткой доехали, преодолели то ли какие-то средства обнаружения, то ли еще что-то взорвались и так далее. То есть уже есть какие-то, будем выражать так, средства у Украины для того, чтобы наносить раз за разом удары по, в частности, Керченскому мосту. Ну, более понятно, что это либо ракеты, либо вот эти дроны, либо еще что-то. На ваш взгляд, каковы последствия? Значит, если мы говорим о выходе из зерновой сделки, вчера он пообещал в Министерство обороны, теперь уже отчитал с Путиным, я имею в виду, что мы ударили по складам, центрам планирования вот этих ударов по Керченскому мосту в Одессе, в Николаеве. Прилеты вчера были ночью. Ночью. А, соответственно, они утверждают, что, значит, сумели разрушить какие-то склады с техниками, припасами и так далее, и так далее, и так далее. А какими будут еще дополнительные последствия? Означает ли это, что мост, вы сами утверждаете, что это некий символ тоже, то есть ЗСУ показало, что мы будем на обострение идти. У нас идет контрнаступление, мы не собираемся следовать какой-то доктрине Бёрдса уговором на переговоры, шантажу, а вот покажите нам, насколько успешно контрнаступление. Но значит ли это, что взрыв моста – это, ну, такая одиночная акция, а больше, в общем, сложно что-либо сделать, поскольку, ну, ракет Атаканс мы все еще не видим, с самолетами – это долгая история. Что можно сделать в этой ситуации? Да нет, будет следующий шаг. Атаксов нет, но есть Стом Шайдо и французский аналог Скорб. И следующий удар украинцы будут наносить по опору. Вот, ну, первый – это вообще… По мосту? Опором уже, вот, эти ракеты, они должны быть. Да, опором моста, это уже мост будет ликвидирован навсегда. Это у них есть возможность. Мост добьют, да, это уже есть, это уже есть. Я не знаю, в каком количестве, там, несколько десятков, в том Шайдо, несколько десятков скрепов, а уж на мостик постараются. Это такая плановая эскалация. Вот, что могут ответить русские? Да ничего, ну, убивать еще больше мирных жителей. Ни на какую там ядерную технологическую эскалацию он не пойдет, это даже дедушка Байден уже этого не боится. Ну, все поняли. А как Эрдоган по отношению? Сейчас самый интересный сюжет, конечно, с зерновой сделкой. Ну, вот у меня здесь плохие предчувствия. А именно. Потому что напрашивается выход на такую финишную прямую. Путин, отставив города заднюю ножку, отказывается от зерновой сделки, выходит из всего. А Эрдоган посылает турецкий военно-морской флот. А, собственно, так, собственно, и прозвучало и на пресс-конференции Зеленского, и Эрдогана. И сегодняшнее заявление Эрдогана уже после того, как Путин еще раз подтвердил, что было уже выражающее сожаление, что, скорее всего. Ну, и все. Военно-морской флот Турции сопровождает эти судна с зерном, портам их следования. Представляете, какое... Что во внутренней сфере, что за патриоты, что наши героические командиры, которые каждый день выступают, спартаки какие-то. Ну, все. Ну, просто п***ть Путина будет. Потому что даже он не полезет с остатками своего... Ну, вот интересно. Так я об этом же что-то говорю. А что? Я знаю, как он вылезет из ситуации. Как? Ему помогут наши колеблющие западные союзники. А Песков эту ниточку уже выпустил. Вы же понимаете, Песков выступал по поводу сделки непосредственно после взрыва Крымского воста, когда он должен был колокотать оттенок. Убьем всех там, Посейдон, что там еще, Сармат, хренат. Нет, он сказал, как только Запад выпадет наши условия, мы вернемся. А что Запад? А нужно-то хрен. Нужно, чтобы с инкупатора, чтобы банк подключили обратно Свифту. Да, да, для Российского банка. Но там уже прозвучало, что, оказывается, и какие-то санкции они просят помягчить по поставке определенных запчастей. Уже, оказывается, там еще что-то есть. Ну, на запчасти Запад не пойдет, а этому маленькому патрушному гаденушу к Свифту подключит. И Путин изобразит, что вот он... Вернется, вернется. Вернется, вернется. Ну, конечно, за патриоты. Но иначе невозможно. Если он по-настоящему выйдет, Эрдоган не будет терять лицо. Понимаете, это два пацана. Путин потерял лицо один раз и навсегда, когда не явился на войну в Карабахе. Когда он думал, что это обойдется таким боданием раз в два года. Там армяне с азербайджанцами попадаются, он спустится весь с белым. Перемирие. И вот и Баку, и Ирван от него зависят. Нет. Эрдоган поднял ставку, он явился на эту войну. А Путин пересрал и продал своих армянских единоверцев. Сейчас заканчивается... Да ему вообще чихать на армян, ему вообще все было начало. Сейчас это на наших глазах ситуация с Карабаха просто заканчивается. Один раз моргнул, один раз прогнулся, он навсегда... Ирдоган после этого альфа-самец навсегда. Там сложнее было. Там в Черном море нет никакого там российского флота по сравнению с... Вот, кстати, интересно, кто настоящий пацан-то в НАТО. Американцы уже успели сказать, что они не пошлют свой военный морской флот сопровождать эти самые... украинское зерно. Ну, я за точность не улучшаю, но где-то я сегодня... Что, Эрдоган пошлет. А что еще пошлет? Ему и уходить некуда. И вот Черноморский флот там в Черном море и находит. Так что Путин в безбыхтной ситуации. Он прогнется. Он прогнется. Вот Запада было, если бы его наказать по-настоящему, совсем его обосрать. И никакого сифта ему не давать. А все равно приполз бы. Все равно, я тоже считаю. Я точно так же считаю. Нет, но я единственное считаю... Поставьте следующий вопросник у вас. Вот мы с вами считаем, что приползет. Нет, я так же прогнозирую, но я считаю, немножко у меня другой взгляд. Я считаю, он точно вернется в сделку. Ему поманят и дадут чуть больше. Не только Патрушевский Россельхозбанк вернут свифт. Но я думаю, что и какие-то помягчат санкции. Там и Аммиакопровод, и там еще кое-что есть. И Абрамович крутится вокруг Эрдогана. Я думаю, дадут больше. А потом это по факту заберут. Ну, как бы переиграют, заберут. То есть, они его должны развести. В этом как бы... Ну, понимаете, весь вопрос просто о масштабе позора. Позор-то будет в любом случае. В любом случае, конечно. Самый позор будет, если он попытается вступить в морской бой с военно-морским флотом Турции. Ну, это я вообще как-то вот с трудом себе представляю. Там на ровном месте, значит, поднять себе еще одного противника в Черноморском бассейне. А воевать-то чем действительно? Вообще непонятно с Турцией. Там одно дело там Украина. А что ты будешь воевать с Турцией? Чем ты будешь воевать? Потопит к чертовой матери весь... Последняя Российско-Турецкая война закончилась в 2020 году победой Турции. Ну, в общем и целом, да. В городе Шуша историческим был подписан торжественно президентом Алиевым и президентом Ардаганом акт об объединении турецкой и азербайджанской армии. Так что, между прочим, натовская армия стоит на границах Северного Кавказа. Да, кстати, это тоже один аргумент, один из аргументов в пользу Ардагана. Не просто превосходство морского флота, а превосходство его на трех сухопутных фронтах возможного соприкосновения с Россией. Это Сирия, это Ливия и это Южный Кавказ. Везде, во всех этих трех ситуациях у Ардагана, ну, огромное преимущество, ситуативное просто. Субтитры создавал DimaTorzok